И вот, наконец, друзья, мы у моего друга Витя, Виктора Теличко, в его доме, который находится в 100 километрах от Киева. Это дача. Да, ну скажем так, да, ну ты знаешь, когда я приехал сюда, я увидел, что у тебя прямо настоящая ранчо. И дача как бы, и его язык не поворачивается назвать, да, то есть отличный дом. Витя его построил сам для себя, по тем же самым технологиям, по которым работает его фирма. Каркасная технология, которой многие боятся, не доверяют, хотят, пробуют, но боятся. Но те, которые доверяют, те не жалеют, особенно зимой, когда надо топить дрова. Мы с тобой давно уже дружим, вот я как только стал приезжать в Киев, вот мы как-то с тобой познакомились и с тех пор дружим. Ты вспомнишь? Я так думаю, что это уже пошел 11-й год. Я тоже так думаю, да. В начале 2008 года или как мы там познакомились с тобой. И тогда я застал еще время, когда в Киеве здесь, ну когда не было кризиса, у всех шел бизнес, дела, все улыбались, были расслаблены. Я вообще приехал в Киев и настолько была хорошая атмосфера здесь, что я начал думать, а как я слышал, что Киев довольно криминальный город был и тому подобное. Я где здесь только не лазил, с кем только не общался, никому не приходило в голову, скажем, сделать мне что-то плохое или вообще. И я помню тебя такого уже. Ты там улыбался, у тебя какие-то дела были, ты там обедал там с кем-то, постоянно ездил, расслаблено. Потом раз кризис. И ты тогда строительством ведь не занимался, да? Ну я занимался тогда строительством, я возглавлял тогда компанию «Укринвестбуд» в городе Киеве, которая занималась строительством высоток. У нас было тогда 9 высоток по Киеву, но кризис не дал возможности дальше существовать компанию, потому что практически такие компании существуют за счет продаж квартир. Когда ипотеку остановили, тогда и компании все, ну не только наши, тогда 98% компаний строительных обанкротились, остались только монстры, особенно те, которых там владели депутаты и все остальное, которые имели бюджетные деньги. И те, короче, там остались существовать. А так все остальные обанкротились. И пошло переделение вот этого рынка, вот, я тогда остался вообще без работы, не знал. Ну да, тяжелее был владельцем, да, тяжелее был директором. Нет, нет, я был просто директором и все. Мне это нравилось, строительством заниматься, кроме этого, это такая творческая работа еще. Ну высотки это так, а уже частные дома это намного интереснее. Ну вот в тот момент я как раз стоял в таком тупике, потому что тогда многие не знали, чем заниматься, и вообще у людей не было денег, все перестали платить, все боялись. И потому начинать какой-то бизнес было очень сложно и очень рискованно. Я помню, ты где-то вот целый год, наверное, ходил, как бы искал себя, да, и я видел, что и у меня, и у тебя заканчивались деньги. И знаешь, переходить вот из этого статуса, когда у тебя все было, да, и вдруг ты начинаешь понимать, что а многого уже может не быть. Я помню, как ты, ну да, я так же. Ну есть, я как верующий человек, я считаю, это воля Божья, что я занимаюсь именно этим бизнесом. Потому что я сколько перепробовал разных способов, много было связей, но, конечно, они, эти связи все, ну как сказать, потерялись в связи с тем, что тогда пришел к власти Янукович, он поставил своих, и все это уже решать какие-то вопросы не было возможности. Но у меня как раз, если говорить простым языком, сошли звезды. Много лет, когда я жил в Одессе, я занимался именно деревянным бизнесом, я занимался производством мебели. Это жила и литвая мебель, да, очень красивая, классная. Это в те времена, когда ничего не было. Мы делали мебель, это была фирма, которая, ну, достаточно, ну, в основном это делались там бандитам, валютчикам, начальникам милиции, начальникам налоговых и первым бизнесменам, которые тогда появлялись. Ну, в Одессе бизнесменов было много, потому мы без работы не сидели. Но, когда я переехал в Киев, занялся уже работой в строительстве, то это как раз мне и помогло. Кроме этого, у меня были знания, опыт, работа с деревом и все остальное. Ну, кроме этого, у меня были еще такие, как бы, попытки торговать финскими домами. И я неоднократно ездил в Финляндию на завод Финламели. И там мы проходили обучение по строительству именно каркасных домов для того, чтобы их экспортировать сюда, в Украину. И там я получил полные знания о устройстве, о технологиях, о качестве, о преимуществах и, конечно, сборке, транспортировке и все остальное. И когда мне мой друг с Одессы позвонил и говорит, Виктор, а не хочешь ли тут фирма открылась делать каркасные дома, скинул мне сайт, давай ты будешь их продавать в Киеве. Я когда начал смотреть сайт, я понял, что это то, что я могу сам делать и мне не надо чьи-то дома продавать. Вот, я после этого открываю сразу фирму и занимаюсь производством, деревянное производство у меня было в Ровном. Это моего друга, там мы начали производить сам брус и собирать каркасы, привозить сюда и таким образом эта работа пошла. В первых несколько лет было очень сложно, потому что... И тоже после кризиса. Это, ну, как, я считаю, что кризис до сих пор еще не закончился. Ну, как бы такой, одновополагающий. Вот эта яма, которая, как бы сказать, шок, для которых всех был, да, когда... Потеря денег, возможности. Да, 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 да. Он прошел, люди немножко уже свыкли с тем, что произошло, вот, и уже было так, начался... Уже не пригибают голову, когда свистят пули, да, просто знаешь, что они свистят. Да, 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 да. Но найти клиента в Киеве, в Украине, который бы доверил свои деньги, строительство именно каркасного дома, это было очень сложно. Кого не спросишь, все называли это собачьими будками, это там одноразовые домики и все в таком роде. Дело в том, что попытки финских домов поставки еще в советское время были, но они были как временные домики, небольшой толщины стены, небольшая толщина стены была, все, они были классные, теплые. И те, которые сталкивались с ними, они еще имели доверие. Кто не сталкивался, они не было доверия. Хотя, с другой стороны, Финляндия, это же все-таки северная страна. Ну, конечно, согласись, да, это даже не Эстония, она была севернее. Так вот, потому они строят каркасные дома, потому что из камня дом холоднее и отапливать его в 10 раз дороже. И потому они делают, чем севернее страны, тем больше дерева. Даже если взять Норвегию, там многоэтажные дома все деревянные, все каркасные. Там каменных домов очень редко встретишь, и то там утепление очень сложное. Там же даже такого понятия, как высотки в Норвегии, там есть в столице, а так в основном это двух-трехэтажные дома. И все. И все они каркасные. Мы же, ну, после этого у нас был опыт строительства. Ну, и тебе пришлось тогда как-то людей убеждать, да, когда ты занялся каркасными домами, убеждать в том, что эта технология надежная. Так ведь? Конечно. Сейчас, помните. Сейчас я налью кофе. Давай. Сваренный в турочке. Турком же. Да. Привезенное из Израиля. Со специями. Со специями. Да, со специями. Специями здесь идет. Кардамон и мускатный орех. Ну, вот супер. Так что, давай же тогда пить кофе, чтобы он не остыл. Да, давай. Потом погадаем на гущину. Умеешь? Нет. Вообще не гадаю. Это то же самое. Это я так в шутку. Ты без сахара? Нет, без сахара. Ого. Убеждать людей в то время было очень сложно. Я тогда... Люди даже не хотели даже на эту тему разговаривать. Разговаривали, да? Да. Первый свой дом я построил человеку, который жил в Германии у своего друга. И когда там тот попросил, говорит, слушай, не можешь мне помочь там подремонтировать проводка где-то, что-то у него полетело. А дом ему было 50 лет тогда. И говорит, да не проблема. Они сняли там обшивку гипсокартонный, что у них было на потолке. И там меняли провода. Тот смотрит, и у него там желтенький брус такой чистенький, сухой. Он говорит, а ты что, недавно ремонт делал? Он говорит, нет, а с чего ты взял? Он говорит, так вот у тебя новенькие доски стоят. Он говорит, нет, это сколько дому лет, столько и... Технология. Технология. Он говорит, как, 50 лет этим доскам? Он говорит, ну да. И тогда он понял, что оказывается дерево может быть служить очень долго. Ну, вообще в истории каркасного домостроения самому старому дому, каркаснику полторы тысячи лет. Есть такой факт, да. Ну, это в Википедии можно найти, убить каркасный дом, история каркасного дома, там все написано. Я же оттуда взял информацию. А в Германии есть целая улица, которой больше ста лет улицы, одни каркасные дома. И они очень интересные, разноцветные, там улица музей называется, каркасного домостроения. И этот человек заказал у меня дом, и очень смело заказал, я удивился, тут всех убеждаешь, он позвонил, говорит, нам нужен дом. Нам за Украину, да? Да, да, да. Он под Киевом живет. И я ему посчитал, сделали проект, он пришел, деньги положил, давай делай. И вот в процессе, я сначала не знал эту историю, а в процессе строительства я расспросил, а почему вы решили именно каркасник строить? И он мне рассказывал вот эту историю. То, что он увидел в Германию? Да, то, что увидел в Германии. И тогда я понял, что нужно обращать внимание больше на, в пример, Европу брать, Германию, другие страны, тем, там, где каркасники имеют. Я тогда вник в историю, тогда открыл еще страничку истории каркасного домостроения у себя на сайте. И показал там, сколько домов строится, в какой стране. Норвегия, 98% каркасных домов, Эстония, 88%. Эстония, 88%. У меня на родине только крутые дома. 75% Европа. Каркасные или деревянные дома, там каркасные или деревянные, они как бы объединены. Ну, это клееный брус, может быть, ну, срубы там редко, дикие срубы. Ну, давай не забывать, что мы живем в эпоху каменных домов, каменных джунглей совсем мало лет, а испокон веков строили из дерева и технологии, они есть, никуда не делись. Ну, я думаю, что это пришло из такого мнения, что если камень, это долговечно, это надежно, в основном себе позволяли строить каменные дома, это очень богатые люди. Бедные люди всегда использовали тот материал, который был доступен, это дерево. Ну, в Европе еще строили каменные дома всякие купцы, которые боялись, что их обкрадут, плюс они там прятались, может быть, от каких-то набеков там или вот. Но в России, например, в Украине, в Славяне, из покон веков строили деревянные дома. Только деревянные, да. Да, каркасные, иными словами. Либо деревянный каркас, обмазанный длинной. Так, да. Вот, эта система тоже очень популярная сейчас, фахверховые дома мы тоже строим, но об этом мы остановимся чуть позже, тогда поговорим. Так вот, каркасные дома я начал тогда рекламировать, описывать, рассказывать. Ну, я много тратил времени для того, чтобы людям объяснить, что это такое. Приходилось приводить примеры. Многие боялись, что дом сгорит очень быстро. Приходилось делать эксперименты, показывать, когда просто обрабатываешь дерево, огнебиозащитой, даёшь ему высохнуть, потом даёшь человеку, возьмите, ну, спалите это дерево. А не получалось. Кстати, я думаю, что вот одна из самых главных, один из самых главных страхов, это то, что дом может сгореть. Как у человека обычно, как бы коробка остаётся, там можно как-то восстановить, а тут раз, и всё сгорело. Вот я думаю, что, наверное, из-за этого больше всего. Это мы насмотрелись в фильме, наверное, и старых военных, где показывают, что дома сгоревшие, только одни печи каменные стоят. Вообще, пожаробезопасность – это самое главное вообще в жизни человека. Дом, конечно, должен быть тёплый и беспечным. То есть человек должен жить в нём спокойно, ничего не боясь, в том числе пожаров. Так вот, если говорить о пожаре, я одно время потратил кучу времени для того, чтобы искать статистику пожаров, частных домов. Так вот, из средних частных домов сгорает где-то 2-3% по причине, первое – это дома алкоголиков, в которых не существует какой-то безопасности, это где нету нормальной электрики, обычно там камины какие-то, либо курят, пьют и всё остальное. Спят с сигаретами. Спят с сигаретами. Только 0-0 какой-то там процента – это дома, где просто неисправная электрическая проводка была. И какой-то процент – это специальных поджогов. То есть основная масса сгораний домов – это старые дома, которые, можно, практически уже не предназначены для… Ветхие уже. Да, ветхие. Ну, это такая статистика, которая вообще ни о чём не говорит. Просто нужно понимать, что бояться пожара – это то же самое, что бояться, что метеорит сейчас упадёт сюда. А посмотри, как выгорают в каменных домах квартиры. Просто подчистую. А я к этому всё веду. Что причина пожара не является конструкция стены. Источником огня и пожара есть непосредственно начинка дома. Это бытовая техника, телевизоры, компьютеры, утюги там… Пластиковая мебель всякая, пластиковая какая-то обивка. Легко воспламеняемые – это шторы, всякие там книги, мебель начинает гореть. И когда уже в доме возник серьёзный пожар, то ему всё равно из чего построен дом. Квартиры бетонные как горят? Да просто выгорают насмерть. Так вот, после серьёзного пожара дом нужно разрушить. Кирпичная кладка разрушается, плиты перекрытия разрушаются, бетон разрушается. Под вождей высокотермальный. Конечно, конечно. И это уже тогда всё равно. Человеку нужно тогда… Один даже пошутил, написал в преимуществе каркасных домов, что когда дом сгорит, вам не надо тратить деньги на разборку дома. Потому что практически 30% финансов надо потратить, если дом нужно развалять и вывести. То есть нанять надо людей и всё остальное. Но это такая шутка, как бы чёрный юмор, но в нём есть большая доля правды. Почему я спросил тебя про выгоревшие квартиры в многоквартирных каменных домах? Потому что я просто сам в своё время занимался недвижимостью, скупал вот. И потом восстанавливал и продавал. Я видел такие квартиры. Вот просто ну всё выгорело. Всё. И потом ещё запах этот не истребительный никак. Там нужно делать просто бетонную коробку. И то, если действительно позволяет бетон. Пожар – это такая штука, которую, если всё правильно сделать, то его бояться не надо. Сегодня современные технологии позволяют сделать полностью безопасный дом. Куча автоматики, которая всё выключает. Сигнализация. Плюс система пожаротушения. Плюс пропитка же всякими противопожарными. Включая вот эту солому. Вот у нас, кстати, её применяют в Эстонии, тоже соломой кроют крыши. Я тоже так думал, а вдруг там какой-то дурачок просто сигарету кинет. А потом мне сказали, там полностью всё пропитывают. Там даже если факел бросишь, вообще не загорится. Не поддерживает горение. Горит всё, но если пропитать, тогда материал не будет поддерживать горение. И таким образом ты полностью безопасен в этом доме. Но при этом он сохраняет все свои качества, утеплительные, лёгкие, экологические. Это соли, которые забывают поры. Они дают возможность дереву гореть, потому что дерево воспламеняется и горит очень быстро. Когда порой идёт в воздухе, оно тогда даёт кислород и подпитывает этот огонь. Ну, давайте вернёмся к самому главному. Это строительство каркасных домов. Каркасные дома стали настолько популярны сейчас в Украине, что практически каждая фирма, вот за последних 7-8 лет, практически каждая фирма открыла отдел или направление по строительству каркасных домов. И проблема стала в том, что все думали, что это так просто. Собрал себе из дома. Из глины, да? Да. Поставил дверейки, глины заполнил, соломый. Думаю, что уже готово. Очень много людей, которые не вникают в технологию, не вникают в нюансы, ведь всё в нюансах полностью, всё в нюансах. Диавол в мелочах. Да. Мы как раз, я возил людей в Финляндию, на этот же завод Финламили, для того, чтобы мы проходили полностью технологию сборки, технологию, гидроизоляции, пожаробезопасности, транспортировки. Вот эти все моменты мы проходили там в обучении. На заводе Финламили каждый день где-то 4-5 домов уезжают, ежедневно уезжают в Европу. Фуры. Вот мы стояли, каждые 2-3-4 фуры это уезжает уже полностью укомплект. У них такой там домокомбинат, да? Там заводки, гектаров. 40 сам завод, а рядышком стоит ещё 10 гектаров. Это готовые дома. Поле и готовые дома стоят. В любой дом ты заходишь, можешь переночевать, можешь пожить, можешь провести день-два. Завод это бесплатно, там же и продукты есть, всё есть. Но в итоге ты возвращаешь, чтобы купить дом. Конечно. Ну, такая пословица у них есть интересная. Они говорят, тот, кто переночевал хоть раз в деревянном доме, другого дома не захочет. И это абсолютно правда. Это абсолютно правда. Кроме этого, когда дома делан дерево, вот как у меня, да? Все приходят сюда, спят как сурки. Как убитые сурки, да. Потому что здесь совершенно другая атмосфера. Ну, во-первых... Энергетика. Ну, во-первых, да. Дерево, каждый материал, он излучает свои волны. Вот. И дерево, почему мы всегда дотрагиваемся до дерева, оно нам приятные ощущения. Дотрагиваемся до металла, до камня, совершенно другие ощущения. Даже тепло от камня, тепло от дерева, тепло от глины, тепло от металла, это разное тепло. Самое близкое тепло, это тепло глины, керамики человеческому и тепло дерева. Вот это... Ну, тут даже дело не в камне, потому что камень тоже натуральная вещь. А вот зачастую в квартирах же мебель сделана из какого-то шпона с клеем, да? ДСП, так называем. Древесно-стружечная плита, что это. Вот из этого, да. И поэтому, конечно, когда вот я тоже к тебе пришел, о-о-о, сразу обратил внимание, что все деревянное, особенно стол, стулья. Это чувствуется как-то нутром. Ну, и людям всегда очень приятно к этому прикасаться вообще, иметь, сидеть на этом. У тебя здесь дуб. Ну, вообще, странно иметь дачу и пытаться уйти от города и копировать город здесь. Витя, я бы не назвал твой дом дачи. Тебе, кстати, вот особо упертых клиентов нужно возить сюда и показывать, как может выглядеть каркасный дом, чтобы они ничего не говорили. Я тебе серьезно говорю. Не, ну те, которые имеют желание, мы возим их к другим клиентам. И пару клиентов приезжали сюда ко мне, смотрели. Вот, так что показать есть что. Есть даже чем-то, чем и похвастаться. Дело в том, что вот 10 лет на рынке, строительном рынке, именно каркасных домов, дало, ну, как сказать, большое такое внутреннее убеждение правильности своих действий. Да, выбранного пути. Когда мне говорили о том, что Украина это не формат, это не украинские дома, никто строить такие дома не будет. Я видел тенденцию роста энергоносителей. Я понимал эффект каркасного дома, что от 4 до 8 раз экономия в отоплении и кондиционировании. Буквально вот 3 дня назад был у клиента, чтобы пофотографировать дом, который мы построили. Он говорит, Виктор, мы удивились, мы поставили кондиционеры, мы их ни разу за лето не включали. Хотя у них большие панорамные окна на юг и все остальное. А подожди, а что значит не формат для Украины? А вот слово мазанки, например. Ну, грубо говоря, там солома, глина, но тем не менее. Это же, по-моему, украинское, нет, Витя? Это все украинское, но люди считали, что это дома для бедных. И деревянный дом, это дом для нищих и для бедных. У них такой менталитет был сформирован. Да пусть они походят по старым домам киевским и посмотрят, из чего они сделаны. Вот сейчас, сейчас уже солидные люди, обеспеченные, богатые. Они хотят экологический дом, они хотят теплый дом. Они хотят дом, чтобы он был, как сказать, правильно, отвечал всем современным нормам, но при этом он был близок к природе. И заменить каркасные дома практически нечем. Очень много технологий придумали, именно чисто солома, глина. Но это дома такие, как сказать, на любителя, и их нельзя запустить в серийное производство. Это дома чисто так, сам для себя может сделать. Но в Украине же до сих пор думают, что элемент престижа, это обязательно какой-то мерз большой, джип. А многие люди с очень хорошим достатком в Европе ездят на обычных малолитражках и не парятся. Ну это пережитки, как бы так, от Советского Союза. Так вот, про дома то же самое. От нищеты? Конечно. Когда все, что было, золото, все цепляли, чтобы показать, какой крутой, то примерно здесь точно так же. Вот смотри, до 2007 года, до кризиса, все строили дома. Ну, если ты меньше 500 метров строишь, то ты бедный, нищий, это даже дом не считать нельзя. Все хотели там показать, какие вот эти дома до сих пор стоят. Никто их не может не продать, никто в них не живет. Потому что этот дом не предназначен для жилья, он предназначен для понтов и для выбрасывания денег. Вот. Сегодня стандартные дома, это до 200 квадратных метров. От 75 до 200 квадратных метров. 125, 127 квадратных метров. Ты правда говоришь, что я столько засыпал? Я правда? Да ладно, Витя. Ну, у меня квартира в Киеве, где-то порядка 100 метров, но у меня, мне кажется, она в половину меньше, чем у тебя дома. Есть такое понятие, как эргономика. То есть, насколько можно поставить много мебели и будет много места, но если правильно расставить. А можно поставить две тумбочки, они будут под ногами и пространства не будет. То есть, вопрос в том, как расположить это все так, чтобы оно было таким образом, каждый кусочек, каждый квадратный метр служил тебе на пользу. Вот. Это как раз и наша задача. Я особо даже не вкладывался в этот дом. Мы, конечно, слишком много уделяем внимания моей даче, но... Витя, ну подожди, ну, во-первых, твой дом, он является, как бы, примером вообще того, как может выглядеть каркасный дом. Мы в нем сидим, разговариваем. Ну, я с тобой абсолютно согласен. Практически каждый второй клиент меня задает вопрос, а вы в каком доме живете? Вот именно, вот именно. А вы живете в каркасном доме? Конечно, конечно. Хорошо, хороший бы ты был, расхваливая здесь на все лады, а сам бы жил где-то в другом месте. Но я тебе еще раз скажу, что я видел очень много домов, и тем более, что у нас в Эстонии исторически половина домов и жилья было частные дома. То есть у нас так принято всегда было. То есть не очень большие территории, но домов было... Вернемся... И у тебя очень хороший дом, просто шикарный дом. Спасибо. Так вот, вернемся к самому главному. И когда каркасники начали входить на рынок, вот их как раз не совсем правильно воспринимали. И после того, когда начали считать деньги, если ты помнишь до 2007 года, какие машины покупали? Джипы, Мерседесы, большущие. У меня два друга купили Лексусы 470-й, 25 литров 98-го бензина. И он мне говорит, Виктор, мне дешевле на такси на дачу поехать, чем на своем джипе. И тогда он еще мог себе позволить. Сейчас едет совершенно на другой машине экономной, и уже не стыдно, все нормально. Потому что выбрасывать такие деньги на ветер, это просто... К слову, о надежности этих машин. Вот недавно, когда были ливневые дожди, на не очень большом повороте вот такой Лексус завалился на бок. И я прямо ехал. Он небольшой, угол, наверное, 70 градусов. Вот он ехал и завалился на бок, понимаешь? Ко всему прочему, что жрет столько, еще и падает на легком повороте. Так же дома. Да, так вот, возвращаясь к дому, если машину можно легко поменять и там что-то переделать, то с домами это намного сложнее. Потому люди, которые думают наперед, считают свои деньги, умеют, то они не только смотрят на стоимость дома, они еще смотрят, а сколько этот дом будет тратить денег дальше на эксплуатацию. Так вот, основной козырь, это экономии в отоплении. Второй козырь, это экологичность. То есть, стены из камня, почему стены из камня, они несут в себе много минусов? Потому что этот дом, стены накапливают в себе холод. И когда ты начинаешь топить, начинает образовываться конденсат. Особенно в тех домах, где неправильно сделана вентиляция, отсутствует вентиляция. Тогда стена начинает мокреть, влажнеть и постепенно появляется плесень и грибки. Люди это не сразу видят. Либо видят, там забелили, закрасили, обои поменяли, все вроде бы, они считают, что не исправились. Но реально это большая проблема. Через 2-3 года весь дом, все стены будут в грибке. И эти споры летают в воздухе, маленький ребенок дышит. Кроме того, что... Бегает, кашляет, мама думает, что он простыл где-то, ему там от горла, от каши, таблеточки дает. Ребенок не перестает кашлять, она не понимает, что у него аллергия. Что уже микробы поселились в легких, в бронхах и пошли аллергические процессы. А впоследствии это все перерастает в астму. Конечно. Практически сегодня борьба с аллергиями стоит на первом месте, наверное, после рака. Каркасные дома очень часто путают и с сип-панелями. Сип-панель это панель, которая 2 листа ОСБ посредине пенополистирола. Пенополистирол. Пенополистирол это очень ядовитый материал, который по всем нормам запрещен в жилых помещениях. Раньше из него делали всякие там украшения, подвесные потолки, легкие там багеты, все. Сейчас давно об этом запретили. А он горючий вообще? Он очень горючий. Еще и горючий, да? Он во время горения выделяет такой сильный яд, я забыл его название, что при одном вдохе человек умирает через 3 дня, 2 вдоха умирает через 2 дня, 3 вдоха умирает моментально. И самое главное, что противоядия и спасения нет от него. Вспомни хромая лошадь, помнишь? Да, да, да. Во время пожара погибло всего 3 или 5 человек. А всего 120 или 130 человек умерло. Все в течение 3 дней поумирали те, которые вдохнули испарение, горение пенополистирола. Подожди, ну а почему именно пенополистирол? Почему, пускай, скажем, пенополистирол тоже вредный, но почему не какой-то другой? Он самый дешевый, что ли, получается? Да, он самый дешевый, он простой, по теплоизоляции он отличный материал, но им разрешено утеплять только фундаменты, там полы, там, где не соприкасается человек. А строители, скажем, нечистые строители, не мудрство, а лукаво, берут его, используют, выдавят это за каркасный, головы экологически. Мало того, у них даже документы, сертификаты, еще он экологически чистый, все безвредный полностью. Даже показывают, что вот он не горит, имеют какой-то кусочек, что-то там палят и показывают, она реально все горит. Ну, если взять так, это все весь интернет, я ничего особого такого нового не говорю. Все панельные дома, дом за 150 квадратных метров сгорает за 45 минут. То есть, насколько сильно, когда горит пенополистирол, температура, по-моему, пламени до 1600 градусов. Хорошо, но а что входит, например, в твой дом? Вот еще вот твои дома сделаны. Мои дома, ну, не мои дома, каркасные дома. Которые ты строишь? Да, да, да. Они устроены очень просто. Это идет деревянная конструкция, это стоевые, поперечки, обвязки, нижние, верхние. И наполнение идет базальтовой минеральной ватой. Базальтовая минеральная вата – это расплавленный камень, это горная порода, расплавленная и выдута в пену, в вату. Вот, видел, как происходит сладкая вата, как делают? Ну, как бы, да. Один к одному процесс. Наплавляется и выдувается воздухом, там под инерцией выдувается эта вата, просто там машина укладывает и все. Вот таким образом это все из камня. Но она плотная вообще? Она есть разной плотности, потому что назначения разные, утепление стен, фасадов, потолков, перекрытия, там есть подполы, разной плотности есть. А по краям, вот, сам этот каркас из чего сделан? Все из дерева. Из дерева. Полностью все деревянное. Но, вопрос в том, что везде плотно уложена базальтовая вата, в вертикальные стены применяется 40-45 плотность, в перекрытие, либо в крышу 35 плотности, это по технологии. Эта вата не имеет ни усадки, она считается экологически чистой, вернее, многие придираются к тому, что эта базальтовая вата тоже не экологически чистая. Но если говорить об базальтовой вате, то там есть только некий материал, добавляются клеевые такие свойства, чтобы этот пирог, он был устойчивый. А так все остальное чистый камень. Второе, почему не надо за это переживать вообще, потому что потом зашивается изнутри полностью гидроизоляция, идет пароизоляция, которая не дает возможности проникать воздуху и паре внутрь и наружу. То есть это все касается наружу, а внутрь это то, что уже идет после пароизоляции. Пароизоляция это такая специальная пленка, которая не пропускает воздух вообще. То есть такие дома называют дом термос. Ну хорошо, а если воздух не проходит, то есть стена не пропускает воздух? Конечно. А вся остальная вентиляция идет через вентиляцию, окна, двери? Ну вообще, есть такое понятие дышащая стена, но она дышит не из помещения на улицу воздух проходит, а дышит наружная стена воздуха. В чем проблема? Вообще самый вред приносит жилищу это влага, это сырость. Если стены сырые, если в доме есть сырость, дом будет рушиться, в нем будет некомфортно. Ну я уже говорил, не то, что там плесень, грибок и все остальное, он будет холодный. А давай вспомним Финляндию, нашу Эстонию, Финляндия, страна тысячи озер, да? Там же постоянно, там же море, там же именно влага, и они как никто ценят вот сухо, тепло. Так вот как раз каркасный дом обеспечивает абсолютно сухой. Вот в моем доме, да, я здесь не нахожусь, да, здесь еще теплые полы есть. Вот у меня включаются электрические теплые полы и поддерживаю себе там 10 градусов, да, когда мне здесь нету. Любые морозы, все. Что самое интересное, затраты на отопление, что при минус 5, что при минус 25 одинаковые. Потому что дом настолько теплый. Хотя здесь конструкция у меня самая минимальная, самая маленькая стена, утеплитель всего лишь 150 миллиметров. Ты имеешь в виду, но самая тонкая? Самая тонкая. Общая толщина стены 22 сантиметра. 22 сантиметра. Теплитель немного совсем. Ну это очень мало. Вообще мало. Вот. В основном там минимум 400 и пошло дальше. Хорошо, Витя. А вот эти вот все перекрытия потолочные, там, этажные, они чего сделаны? Из бруса? Ну конечно, это все деревянные брусы, тоже утеплитель, тоже... Но он надежный, он не обвалится, он там не сгниет, ничего. Никогда. Потому что вот я бы тоже спросил у тебя об этом. Ну вот я тебе давно говорил, что я хочу в Киеве тоже иметь дом. И естественно, я хотел бы, чтобы ты мне его построил. Поэтому я вот не просто с тобой разговариваю, а еще и для себя на ус мотаю. Дело в том, что многие боятся, что дерево не долговечный материал. И я всегда привожу... Ну а какое дерево, извини, что ты имеешь в виду? Все думают дуб. Он дуб на улице сгнивает быстрее, чем сосна. Сосна очень достаточно крепкий, надежный и долговечный материал. Ну а смолистая какая. Конечно. Она имеет смолу, а смола для дерева это консерватор. Но вопрос даже не в этом. Вопрос состоит в том, как дерево работает с природой. Если дерево, опять же, есть такое понятие дышит, то это дерево никогда не испортится. Зайди там, Петродворец, сколько там, все деревянные. Да, окна, двери. Раньше же не было металлопластика, ничего. Мебель. И все стоит шикарно. Даже не было никакой химической обработки от шашлы и всего остального. И стоит все идеально. Потому что оно хранится в нормальных условиях. Почему каркасный дом, он долговечный? Потому что деревянная конструкция, она дышит. Дело в том, что улица, она вот только что. Шел дождь, вышло солнышко, повезет дул ветер, все высохло. Так вот, когда идет дождь, на улице сырость, дерево взяло влагу. Пошло солнышко, подул ветер, высохло, оно отдало влагу. Оно просто дышит. И при таких условиях дерево не может никак ни заплесневеть, ни гнить, ни портиться, ничего. Я приведу своего друга в пример в Одессе. У меня есть друг Евгений. И он решил строить дом. На месте дом, который достался ему в наследство от бабушки. Старый дом. Он был построен из кирпича. 115 лет дому. Видно, там какой-то богатый жил. И достался тогда бабушке, а я теперь Женя. И я говорю, Евгений, строй дом каркасный. Да нет, и что, дерево сгниет, там сколько, 20-30 лет и все. Я ему говорю, хорошо, Женя, я этот дом очень хорошо знаю, потому мне было легко с ним общаться. Я говорю, хорошо, Женя, скажи, пожалуйста, почему ты бабушкин дом валишь? А он говорит, потому что стены рушатся кирпичные. А там, ну, раньше водостока не было. И вода как брызгала, она на кирпич, и кирпич обмерзал и обсыпался. И дом начали, стены начали рушиться. Я ему говорю, а из чего в этом доме была сделана крыша и перекрытие дома? Он такой, есть дерево. А я помню, такие сосновые брусья, еще не было тогда, не попилены, просто кругляшки такие были. И это все было замазано глиной, и все. Я говорю, скажи, пожалуйста, а дерево сгнило? Вот у тебя кирпичные стены развалились. Да, да. А дерево сгнило? И он такой, а да не, не. Говорит, мы еще у соседа взяли бензопилу, чтобы попилить это на дрова оставить. Так говорит, мы пару бревен попилили, твела затупилась. Короче, мы поняли, что мы будем месяц пилять эти дрова. Просто вывезли куда-то, потому что они настолько крепкие и прочные были. Оказалось, да? Да. Что их нельзя было даже на дрова попилить. Вот это пример. И он тогда понял, что он ошибается, что дерево оказывается дольше служит, чем его кирпичные стены. Если дерево правильно собрано в конструкции, если первоначально все правильно сделано, оно стоит очень-очень долго. Если в процессе эксплуатации нет каких-то затоплений, пожаров, еще чего-нибудь и все. Потому каркасные дома, они очень долговечные. Ну, а вообще рассчитывать, строить дом и рассчитывать там на сто, на тысячу лет в берегу, это очень глупо, потому что дома через, они через 25 лет морально устаревают. Я хотел как раз только тебе сказать, когда ты сказал, что он про 30 лет говорит. Я подумал, ты проживи эти 30 лет хотя бы. Да, да. 30 лет. Это столько... Вот, они морально устаревают, приходят новые поколения, с новыми взглядами, с новыми какими-то технологиями, появятся новые утеплители. Чем каркасный дом еще интересный? Тем, что вот я, вот достанется моя дача там внукам моим, да. Они взяли, захотели, ну, я уверен, что и через тысячу лет дерево будет в моде, да. Конечно. Но, к примеру, захотят они что-то переделать. Они дерево сняли, утеплитель вытащили, поставили другой, закрыли и дальше дом стоит так, как есть. Захотели, фасад поменяли. Но конструкция дома будет стоять, утепление дома можно поменять. С этим домом, как с конструктором, можно делать все, что хочешь. Но, при том, ты же сказал, что это базальтовая вата, а это, иными словами, камень расплавленный, да, в вату. Да, да. Это естественный, органический материал, да. Но многие этого боятся, они почему-то не боятся каменной стены, но каменной ваты боятся. Ну, парадокс. Но, в любом случае, есть стереотипы, да. Хрущевские дома, как бы панельные дома, каменные джунгли и тому подобное. Хотя, вот действительно, вот у меня ведь тоже в деревне, скажем, в Эстонии там хутор, он же тоже сделан из дерева. Стоит себе этот дом неизвестно уже сколько, прям с войны и до сих пор. Уже там все поумирали, и бабка, и деды, а они все стоят. Если говорить о тех старых домах, которые были практически изготовлены в такой среде естественной, то есть сушилось просто на улице все, то там оставались все живые микроорганизмы в самом дереве. Сегодня современные технологии позволяют обработать дерево так, что оно будет в десятки раз надежнее и долговечнее. Ну, первых, это сушка. Сушка дерева происходит в сушильной камере, где выдерживается при температуре 90 градусов. При этой температуре убываются все живые микроорганизмы, которые в дереве есть. То есть это дерево, оно как стерильное получается. Дальше... Но при этом уже не теряет своих качеств, да, в погрепости, оно не иссыхается, не становится трухлявым, да. Во время сушки дерева происходит такой процесс, как снятие внутреннего напряжения, либо по-другому называется еще пропарка дерева. Что происходит? Дерево, когда растет, волокна растут по-разному. Одно волокно плотнее, другое мягче, и оно напрягает дерево. И когда ты доску сделанную, раз смотришь, склинилась, да. Чтобы этого не было, в сушильной камере сначала поднимается температура, высушивается, а потом запускается туда пар при 90 градусах. И происходит такой процесс, что дерево настолько влаги набирается много, что оно расслабляется, а потом опять высушивается, и дерево становится идеально ровным. Оно потом не крутит, не ведет ничего. Вот это то, что позволяет современной технологии. Дальше, обработка. Обработка именно самого дерева, да. Это пиление, это строгание. Подгонка идеально точно происходит. Сегодня до десятой миллиметра, как бы, точно станки дают обработке дерева. Дальше, это уже обработка непосредственно от огнебиозащиты. Четвертое, это сама сборка. Например, там гвозди старые, гвозди сегодняшние, это совершенно разные, так сказать, соединители. Потому что сегодня гвоздь, который мы используем, мы используем пневмопистолеты специальные, и гвозди идут либо винтовые, либо с насечки. Он держит крепче, чем саморез. То есть он загоняется туда, при скорости, по-моему, там 0,3 секунды. Пистолетом, да? Да, пистолетом 0,3 секунды. Он когда залетает, он не повреждает молокна, но он фиксируется так, так сильно, что его выдернуть оттуда гвоздодером практически невозможно. Шапка обрывается, но гвоздь вытащить невозможно. Поэтому прочность конструкции очень высокая. Ну и кроме этого, у нас еще есть инженер-конструктор, который рассчитывает эти дома, все нагрузки, и потому мы даем такую гарантию на все наши дома, и с чистой совестью устроим дома нашим клиентам. Я думаю, самая главная боязнь у всех клиентов, это как бы дом не сгорел. Но мы же сказали, что они обрабатываются. Сегодня я, наверное, даже таких из случаев уже сейчас даже не помню. Современная инженерия позволяет полностью сделать безопасный дом. Самое главное, это, так как дома сегодня напичканы полностью электроникой, это электричество. Если стоит правильная щитовая со всеми автоматами, даже сегодня стоят автоматы, от которых, если ты случайно дотронулся электрического провода, вся система вырубается. То есть тебя током убить не может, а при этом все электричество, даже ребенок дотронется, и система отключится. Это совершенно правильно. Не говоря уже об замыканиях, о перенапряжениях. Ну, то есть, это уже, как бы, такое устарелое мнение, что что-то может сгореть в этой жизни. Это только специальный подпал, и все. Хорошо. Бояться не надо. А вот твой первый самый клиент. Ну, да. И он принес, дал тебе деньги, и ты стал делать. Я стал делать, и после первого проекта я понял, что это то дело, которое мне нравится. Ну, ты же не сам делал, ты собрал команду. Нет, конечно. У меня была команда людей. Первый мой бригадир, это был человек из Америки, который 10 лет жил в Америке и строил там каркасные дома. А что сюда приехал? А он там из-за жены, родственников, там не могли, он туда уехал, как работать, а женился на девушке с Украины и вернулся обратно, потому что семья дороже, чем деньги. Ну, и второе, конечно, он говорит, это не мой уровень, не мой менталитет, мне там зарабатывать деньги хорошо, а жить я там не люблю. Трудно, да? Да, да. Вот такого плана. Ну, там свои взгляды на жизнь, и такого плана. Но он очень высокого уровня специалист, он проработал у меня лет 5, наверное, вот так. Потом он уехал жить в Белоруссию, вот, там ему родственники то ли квартиру подарили, то ли что-то, в таком роде он в Минск уехал. Ну, а быстро вы построили этот свой первый дом? Ну, первый дом очень быстро. Сейчас скажу, вообще эти дома строятся очень быстро. Если говорить о скорости строительства, то быстрее, чем каркасный дом, построить ничего невозможно. Ну, сколько, примерно? Неделю, две, месяц? Нет, нет, нет. Там мы строили где-то месяц. Дом был не очень большой, это был гостевой дом. Площадь дома была около 45 квадратных метров. Полностью под ключ, где-то за месяц мы сделали. То есть фундамент? Все, полностью. Полностью? Да, да. Все. Ну, чтобы ты понимал, человек, хозяин дома, мы привезли все материалы, и вот ребята приступили к работе. Он говорит, я пойду кофе попью. Жена позвала, и он зашел, попил кофе, такой выходит, смотрит, уже три стены стоит. Он говорит, ребята, вы стены еще привезли? Он говорит, нет, только что собрали. Как? Только что собрали? Он был очень удивлен, что так быстро собирается дом. И по времени, каркасный дом, мы строим где-то дом в пределах 150-200 квадратных метров, это за один месяц. Стены за один месяц, с крыши все, и где-то 2-3 недели на фундамент. То есть, грубо говоря, в полтора месяца, ну потолок взять, два месяца. Никакой пеноблок, газоблок, кирпич, никакой дом не построится за такое время. Два месяца, дом с крышей, с окнами, утеплением, все. Уже начинать разводку, проводов, все остальное. Кроме этого, каркасный дом позволяет строить круглый год. Любые морозы, снега, ничего не мешает, потому что нету мокрых процессов. Ты пилишь дерево, ты его крепишь, соединяешь и все. И работаешь вот таким образом. Даже дерево воды не боится. После того, когда оно правильно высушено и правильно обработано, оно даже не боится влаги. Потому что, когда идет дождь, даже каркас голый, да, собирается, и пошел дождь. Пошел дождь, и в это время поверхность дерева намокает, буквально там 1 мм. Поры набухают, и они как бочки распирают, и влагу дальше не пускают. Ты его хоть ливень будет неделю идти, оно больше не намокнет. Но только появляется солнышко, ветер выдувает, верхняя влага уходит, и все, дерево сухое. Кроме этого, влага это позволяет еще больше нам углубить пропитку, которую мы обрабатываем. Дело в том, что огнебиозащита это основа солей, которая остается в порах. И если оно намокает, эта соль дополнительно растворяется, еще глубже уходит. То есть делает дерево еще более безопасным. То есть легкая влага снаружи, она помогает более сильному проникновению. И таким образом дом строится, например, мы каждую зиму строим, за зиму строим 2-3 коробки каркасных домов. С газоблока невозможно это построить, потому что клея и все остальное, с кирпича и все, там керамоблока тоже невозможно строить, только каркасники. Скажи, Витя, а вот если бы я захотел себе каркасный дом, ну, но с подвалом. Допустим, я там хотел бы никаких проблем. Тир себе сделать, там что-то еще. Никаких проблем. Единственное, что сразу предупреждаю, подвалы это очень дорогостроящие, как бы... По утеплению, да? Не только утепление, самое главное, это гидроизоляция. Потому что под землей много влаги, особенно надо, когда мы делаем геологию, не имея значения, какой дом строим, серьезный, либо маленький, какой-то, мы всегда проводим топосъемку и геологию делаем. Геологию, это бурение инженером... Шуфов? Да, 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 для того, чтобы проверить, какие грунты, на каком уровне подземные воды и все остальное. Дело в том, что весной, во время таяния, вода подымается... Гидроинженеры у вас обязательно присутствуют, да? И вот как раз, вот как раз потоку в Киеве показали, насколько, и об этом многие писали, что гидроинженеров вообще сейчас не привлекают, строят и все. Ну, потому что, если привлекать, то цена подвала сразу поднимается в 4-5 раз и тогда клиент откажется. А нечестные на руку строители, они скажут, да, мы построим, быстренько из кирпича выгнали подвал, даже заливают с бетона, это все потом получается бассейн под землей у них. То есть проходит сквозь эти кирпичи? Конечно, конечно. Правильно? Или проходит через бетон? Да, даже делают гидроизоляцию, если она неправильно сделана, то все проникает. Первый год может не быть, на второй год чуть-чуть, а на третий год уже наполняется полностью водой, и ты уже ничего не сделаешь. Ничего? Ничего. Вот ничего? Нет, ну есть, конечно, технологии, которые, например, летом в сухую погоду выкачивают воду, а потом есть специальные пропитки бетонных стен, но это очень дорого. Либо откапывают и потом гидроизолируют по периметру, но это очень дорого, это выбрасывание денег на ветер. Этот подвал этого не стоит. Поэтому лучше все-таки не делать подвал? Подвал нужно делать в селе, там, где у тебя много огорода, картошки и все остальное. Если ты строишь дом для себя, и у тебя там, ты покупаешь каждый день там картошку либо 2-3 килограмма и какие-то закатки, ну, в лучшем случае сделать какую-то кладовку прохладную. Вот, так не проще ли еще построить рядом какую-то маленькую кладовку? Ну, стоимость фундамента и стоимость подвала это сразу в два раза умножать стоимость фундамента. То есть, например, стоит фундаментом 300 тысяч гривен, а с небольшим подвалом он будет стоить 600 тысяч гривен. То есть, это очень дорогостоящие. И сейчас очень редко кто строит. Ну, а скажи, Витя, вот тоже немаловажный вопрос. У нас этим все понятно. Ну, а вот по стоимости этих домов? Стоимость домов этих... Опять, существует такое мнение, что каркасник должен стоить очень дешево. Но на самом деле это неправда. Каркасный дом, он стоит столько же, как нормальный каменный дом. Не потому, что на этих домах больше зарабатывают. Нет. На этих домах больше не зарабатывают. Зарабатывают ровно столько же. Единственное, что сама конструкция, технология вся, она сложная. То есть, ее нельзя сделать просто вот так на коленке? Нельзя. Многие делают. Ну, и потом, после этого, люди практически всю жизнь его ремонтируют. Подмазывают, подлепливают там и все остальное. Плюс репутация портится. Конечно. Люди не знают, думают, что и у тебя так и то же самое. Ну, у людей складывается, что эта технология плохая. Да. Дешевая, она непригодна для жилья. Вот в чем проблема. А на самом деле это просто не профессионалы дела. Не доброкачественные. Конечно. Дело в том, что стоимость этих домов, она зависит от практически коробки в такую же стоимость. Просто, если каменный дом, это просто камень выгоняешь на клею либо на растворе, а там идет конструкция дерева, идет гидропароизоляция, там утеплители, там больше комплектующих в этой стене и потому она получается примерно такая стена. Тем более, на сегодняшнее время, когда они стали очень популярны и каркасные дома, практически стоимость этих материалов выросла, потому что вырос спрос. Вырос спрос. Конечно. Когда я начинал, это были дешевле дома, то есть можно было коробку выгнать за 150 долларов, то сейчас уже 250 долларов коробка выходит. Метр? Метр квадратный примерно. Но вообще стоимость дома очень сложно определять по квадратным метрам, так как он зависит не только от площади, а от конструкции дома, от формы дома, от высоты дома. Одноэтажные дома всегда дороже, чем двухэтажные. Почему? Вот кстати, почему? Потому что мне правда интересно. Расскажите. Арифметика. Смотри, например, мы берем 100 квадратных метров дом. Если он двухэтажный, это 50 метров первого этажа, 50 метров второго этажа. Правильно? Ну, наверное, да. И получается 100 квадратов. Да. Фундамент у нас идет 50 квадратных метров и крыша на 50 квадратных метров. А дом 100 квадратных одноэтажный фундамент идет 100 квадратных и крыша большая. Понял. А самое дорогое это гора с фундамент и крышей. Я понял. И потому что тот, кто хочет сэкономить, им нужно достроить дом двухэтажный либо с мансардной. А одноэтажные дома они дороже. Но в принципе это же удобно. То есть это хорошо вот мансарда или, допустим, второй этаж. Нет. Не совсем. Почему? Вторые этажи они хорошо для гостей, для детей. Люди, которым уже за 45, 50 и дальше они устают бегать по лестницам. Думаешь? Да, да. Что такое? Практически все приходят и говорят только одноэтажное. А мне почему-то казалось, что у тебя второй этаж и классно. Нет. Раз поднялся. Мне нравится второй этаж. Я тебе скажу, я только ради того, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме бегать на второй этаж. Ну что, здесь такая большая лестница, что ли? Какой форме? Ну сколько у тебя ступеней? 13? Серега, когда ты здесь живешь и тебе нужно каждый час два побежать, спуститься вниз, туда-сюда, что-то снести, ты начинаешь чувствовать, что лестница все-таки напрягает. Но тот, кто любит физическое напряжение, то для него это наоборот как часть какой-то зарядки физической. Ты знаешь, может быть, я просто потому, что здоровый по жизни человек, и спортивный, об этом не задумывался, вот так вот, как другие, которым трудно подниматься. Но сейчас я вот понял, что ты сказал. Действительно. Ну хорошо, это сейчас наш возраст, молодые, красивые, перспективные, этого мы не боимся. Но все равно к 70 годам, 60, 70, 80 лет люди уже стареют, и физически им тяжело. И потому всегда, когда строится даже двухэтажный дом, мы рекомендуем клиентам делайте спальню на первом этаже, хотя бы одну спальню, потому что рано или поздно вы захотите оставаться на первом этаже. Ну я, кстати, тоже сейчас только что об этом подумал, что одна часть семьи стареет, другие молодые, поэтому, скажем, второй этаж или часть там дома со вторым этажом или с мансардой, это для более молодых, а это, скажем, ну я вот сделал двухэтажный. Смотри, ну мы сделаем тебе такой, как ты захочешь, но в любом случае работа с нашим клиентом начинается с того, что мы, наш менеджер либо коммерческий директор, он начинает работу с клиентом именно с общением, в плане того, какая семья у вас, сколько у вас детей, планируются ли еще дети, есть ли у вас старенькие родители или нету, ваши хобби, увлечения, то есть практически мы сканируем человека и потом говорим, вам нужен ли такой дом либо нет, потому что люди иногда загораются и хотят совершенно не то, что им нужно по жизни. Это точно так же, как человек смотрит красивый костюм и ему все равно, какой размер, я его хочу, покупает, а он потом смотрится как клоун в нем. Ну, знаешь, еще хочется по-богатому, привыкли жить, как бы, вот в конце жизни побалую себя метрами там или этажами. А еще круче, когда я должен построить дом больше, чем у соседа. Вот, вот, вот. А потом, я понял, о чем ты говоришь, чтобы четко посоветовать, исходя из своего опыта, вот я просто сейчас мгновенно представил себя и я тоже стал будет тебя спрашивать, Витя, а как мне все же лучше сделать? Действительно, ты же опытный, посоветуй мне, вот, как максимально комфортно для моих потребностей сделать то и другое. и потому мы начинаем работу с клиентом, именно выслушивая полностью все его, как бы, обстоятельства жизненные, да, и какие перспективы, какие они планируют, дача это, либо полноценный жилой дом, что у них дальше они планируют отставлять детям, либо себе, либо как, то есть, вот это все мы изучаем и потом говорим четко, что им нужно. Ну, мудрые клиенты, конечно, они прислушиваются, есть такие упертые, которые хотим вот так и все. Ну, самое главное, чтобы они потом претензии не приедали. Нет, это все прописывается, подписывается, то есть, тут мы себя снимаем. Но мы обязательно клиенту должны проконсультировать именно в этом плане, что если у вас есть старенькие родители, должна быть обязательно комната на низу. Планируйте забрать себе родителей или не планируйте? И все остальное, будут ли маленькие дети, или не будут. А, разнополые дети, и разнополые. Мы количество спален, все это делим, показываем, как лучше, что они любят, какие увлечения и все остальное. Потому что все почему-то, вот нам все на юг, все на юг поворачивать и все остальное. У меня полностью на север терраса. И все, кто не приходит, все такие, Виктор, как у тебя классно. Я говорю, видите, на юг это все заштариваются. А тут наоборот, в основном на террасе сидят летом. Если печет солнце, то все начинают заштариваться вот этими жалюзиями, арометами и все остальное, потому что печет. А тут наоборот, как раз прохлада. Когда нужно солнце, вот я вышел с этой стороны, я уже себе на солнышке. Поставил лежак себе и теперь загорает. Ну, здесь у меня настолько правильно все эти зоны распределены, что я показывал, где у меня диван, уголочек, там все зашито, там можно в мороз мы даже сидим там, отдыхаем просто. Это там, где у тебя зашито целлофанной пленкой. Да, да, да. Вот. Здесь у меня место, это здесь, где мы обедаем полностью, стол, вид красивый, там и солнце попадает, тень, все как хочешь. А здесь зона такая открытая, можно возле барбекю столик поставить, можем здесь. Но самое главное, что здесь в любую погоду мы можем гулять, играть. Да, да. И самое главное, что дом естественным образом зону отдыха закрывает от прямых лучей солнца. Да, ты совершенно прав. если жара, особенно какого-то лета, ну кто будет сидеть на открытом солнце? Конечно, все какую-то ширину захотят, как минимум, да? Открытое солнце, оно очень вредное и оно очень быстро раздражает. Оно радует людей только по весне. когда устали от снегопадов, от холодов, от этих туч, то весна, солнышко радует, все вылазят на солнышко. Пришли на пляж, взяли зонтик и под зонтиком сидят. Да, естественно, это нормально, это правильно. Да. Потому вот это людей нужно учить. Мы людям очень много рассказываем, показываем, как нужно правильно расставить приоритеты в комнатах, спальнях, по поводу санузлов, лестницы и все-все-все остальное. К примеру, мы рекомендуем людям ну, минимум два санузла. Если, например, трое детей, либо разнополые дети, мы три рекомендуем. Да даже у нас в квартире два санузла, конечно. Родительскую спальню обязательно рекомендуем свой отдельный санузел, потому что так требует современный уже как бы такой подход к строительству. Если раньше, я смотрю, бабушкин дом, даже родительский дом, это было так. Одна какая-то для родителей спальня, все остальное общая зона, где люди жили, то сейчас это все распределяется полностью по зонам. К примеру, сейчас там проектируется дом, где в каждой спальне гардероб и санузел, гардероб и санузел, гардероб и один гостевой туалет, да, чтобы, например, гости отдыхают, захотели в туалет, пошли в туалет и все. Совершенно правильно, совершенно правильно. Это все по-современному так, как надо. Но больше всего на сегодняшний день это борьба с клиентом в плане того, чтобы строить ему современный либо дом на завтра. Так как человек в основном это зрелые люди, которые уже прожили часть жизни своей, и они решили построить себе дом, чтобы практически в нем прожить остаток жизни уже спокойно, с комфортом и все остальное. И вот на сегодняшний день молодые это понимают и хотят, а взрослые не совсем еще это понимают. Это так называемая система умных домов. Что это такое? Это когда ты со своего смартфона можешь полностью управлять своим домом. Но это в общем-то не новость, но вот скажем, здесь новость. Оно сегодня вроде бы стоит денег, но комфорт от него настолько высокий. Извини, что перебью. И вы это тоже делали, конечно. Я как раз, вот мы недавно с Ольгой это обсуждали, я как раз и говорил, что нужно построить не просто дом, а именно умный дом, чтобы была автоматика и ты полностью мог ей управлять всеми системами и чуть ли не двери открывать. Сейчас я немножко остановлюсь на системе умных домов, потом немножко расскажу о теплоизоляции и непосредственно на моем камине как отапливаются каркасные дома. Так вот, система умный дом позволяет сегодня очень быстро, оперативно, легко и комфортно управлять полностью и экономить большие деньги. Те деньги, которые вы вложили в систему умный дом, завтра не окупятся комфортом и экономией затрат на отопление, кондиционеры, на задержание. Да. Если ты управляешь всеми процессами вручную, например, ты пришел, кондиционер включил и пошел, да, и он греет, тратит электроэнергию, да, либо он на тепло работает, либо на холод, но он тратит электроэнергию. Что происходит в системе умный дом? Все оборудование полностью подключается к определенному компьютеру, который через специальную программу выводится на смартфон. Ты можешь со смартфона, во-первых, посмотреть все видеонаблюдение, ну, это уже доступно давно, но, второе, это срабатывание сигнализации, либо наоборот, включить, либо отключить сигнализацию. Это, например, закрыть ролеты, открыть ролеты, это заблокировать, либо поставить дом на сигнализацию, это включить какое-то освещение, это проверить отопление, например, там, ты уехал куда-то, то резко ударили морозы, ты со смартфона чик, включил отопление, дал температуру, ты не переживаешь, что у тебя что-то с дома может случиться. Дальше, это управление, например, там, сауной, ты выехал с работы, хочешь дома попариться сегодня вечером, ты раз включил сауну, ну, у кого электрическая сауна, например, многие сегодня делают, на дачах деревянные, ну, то есть, на дачах, там, топится дровами сауна, все, потому что тут сам процесс еще доставляет удовольствие. Но если ты живешь в доме современном и тебе некогда это играться, то чаще делают электрическую сауну, либо там, не любят мусорить, дровами, там, залу, пепел выбирать и все остальное, там, дымоходы, то делают электрические сауны. Ты со смартфона включил себе сауну, когда подъехал, она уже горячая, разделся, пошел париться, купаться и все остальное. То есть, практически, ты управляешь полностью всеми процессами. К примеру, ты приехал ко мне в гости на 5 минут, либо там, на полчаса и тут засиделись, ты думаешь, так, Виктор, уже останусь у тебя, никуда не поеду. Раз смартфон зашел, включил сигнализацию, заблокировал то-то-то, включил отопление, себе что-то надо и ты не переживаешь, не надо тебе бежать домой. То есть, особенно по отоплению, если взять так. Сегодня применяются либо электрические, газовые, либо тверотопные котлы. В основном, тверотопные котлы это пилеты, в которых есть бункеры и они достаточно, ну, неплохо отапливают дома, но это как бы... Что это пилеты? Пилеты это древесные отходы, либо просто дерево, прессованное в такие гранулы, которые через бункер шнеком подаются в горелку и немедленно горят, регулировать можно топливо, то есть, пламя больше, меньше и практически европейцы это используют на все, как бы, сто процентов. То есть, самый популярный вид отопления домов, да? Очень популярный, да. Пилеты могут быть не только из дерева, а все отходы, все, что горит, все может прессоваться. Там специальная печь стоит, которая все сжигает. Это может быть солома, подсолнухи, это могут быть листья, это могут быть ветки, все, 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 все. Но калорийность каждого и пилеты своя, то есть, есть рассчитанные котлы, которые работают только с веротопливными пилетами, есть, которые работают с другими пилетами, разные. Но промышленность на пилетах очень много, как бы, работает. Но чаще всего это ставят газовые, электрические котлы. Ими очень легко управлять, потому что там же у многих прошита автоматика, система контроля, и все остальное. А электрические котлы, они что, электрический бойлер или что? Это может быть либо электрический бойлер, либо индукционный. Такие котлы, это, ну, чтобы ты понимал, вот такой котел, который помещается практически в двух руках, маленький. А, маленький. Да. И там есть, которые спирали, проточная вода, есть, когда это нагревает, как типа микроволновая печь. Да? Она греет воду, и вода греет. То есть, они как бы экономные. Но, самое популярное сегодня, что мы людям предлагаем, это тепловые насосы. Есть тепловые насосы, которые берут тепло из земли, либо холода. Вот я об этом слышал. Да, да. И тепловые насосы воздух-вода. То есть, это уже как большие кондиционеры стоят. очень выгодно, потому что у них вот этот коэффициент один к пяти, один к трём. Что это означает? Он потребляет один киловатт энергии электрической, а выдает пять киловатт тепла. Это в лучших условиях. В худших условиях он может выдавать один к двум, один к трём. То есть, что такое худшие, что такое лучшие условия? Чаще всего эти перепады, они есть у воздушных тепловых насосов. Потому что, когда на улице тепло, он тогда больше, ну, например, там, два-три градуса тепла, либо ноль, тогда один к пяти, то есть, пять киловатт тепла выдает тепловой насос. А потребляет всего один киловатт. Если электрический котёл взять, то он один киловатт берёт тепла, один киловатт, то есть, энергии один киловатт тепла даёт. А тут экономия вот такая. Один киловатт, это очевидно. Почему же тогда электрически пользуются? Ну, потому что тепловые насосы в закупке изначально они дороже. А, именно из-за своих качеств. Если котёл такой может стоить там полторы-две тысячи гривен, а тот стоит, например, сорок-пятьдесят тысяч гривен. Но в итоге, в эксплуатации он срабо все покупает. Тем более, учитывая, что теплоизоляция этих домов позволяет вдвойне экономить, или что? В четыре. В четыре. Минимум в четыре. Ага. Сейчас про это мы отдельно поговорим. Но тепловые насосы геотермальные, которые сверлятся специальные, бурятся скважины и устанавливаются там теплообменники, там стабильно один, где-то к четырем выдача тепла и холода одновременно. Они могут, зимой дом обогревают, а летом они охлаждают. По какому принципу? Что там внутри? К ядру земли, что ли? Я в двух словах расскажу, но в основном это лучше расскажет инженер, который рассказывает. Ну да, в двух словах. Да, да, да. В двух словах. Под землей температура стабильная, там плюс 3, плюс 5 градусов. На улице она с перепадами. Это как работает холодильник, обыкновенный холодильник. Там тоже идет герметическая система, то есть, если в холодильнике фреон, там либо то же самое, либо какой-то другой материал, который отбирает это тепло, аккумулирует и выдает сюда. То есть, на улице минус 20 мороза, а там плюс 5. Они оттуда берут это тепло и выдают тебе. То есть, все очень просто. А тебе не хватит, как говорится. Правильно, но он аккумулирует тепло. У тебя же то же самое, у тебя же нету мороза, но в холодильнике у тебя минус 20 градусов морозил. Морозил. Минус 19. Минус 19, ну у кого как. У меня там что-то минус 40 морозильный камень. Да ладно? Представь себе, что ты поехал где-то в гости, а тут ударил мороз, либо и тебе надо говорить, я все, ребята бросаю, потому что мне надо пойти срочно угля подбросить. С тебя будут смеяться. Кроме всего прочего, этот уголь надо откуда-то привозить, где-то его хранить. Это что-то его покупать. Это полпроблемы. Это ладно, есть у тебя уголь, есть у тебя денег, но комфорта от этого мало. Это то же самое, чтобы сейчас ездить по Киеву на коньяке, понимаешь? На карете. На карете. Ради прикола это интересно, но на ней строить бизнес и все остальное, ребенка в школу возить еще что-нибудь, на это будет смешно. Точно так же это. И потому система умный дом это завтрашний день. То есть мы строим дом как минимум на лет 20, в котором мы хотим прожить еще. И потому это нужно сейчас уже продумывать. Но в принципе система умный дом ведь многим понятно, почему? Потому что через смартфон, но у тех, у кого нет домов управляется очень многое, практически все. Люди к этому привыкли, что через смартфон ты делаешь практически все. И дойти до дома, я думаю, это один из всего лишь шаг. Ну вот мы клиенту одному, не буду говорить какому, установили систему умный дом. Он лежит себе в Таиланде на пляже, а к нему пришел кто-то в дом и звонит в калитку. И вот в домофон. И у него тут же звонок, он смотрит, видит, кто это. Это все записывается. Мало того, он может потом, если не было интернета, он может посмотреть, кто приходил к нему, кто. Там может работать не только отвечать, он может даже поговорить с этим клиентом через смартфон. То есть ты находишься там за тысячу километров, а к тебе домой кто-то пришел, позвонил, ты с ним переговорил, сказал, что я буду завтра там. Это даже отпугивает и воров, и все остальное. Да, и он нажал кнопку, открылся вольер и оттуда выскочили волкодавы. Конечно, злые. Конечно, да. Это уже как бы сегодняшний день, поэтому это нужно делать обязательно. Но не все это понимают, это все нужно объяснять. Хорошо, давай тогда немножко по отоплению. ребят. Ну, а скажи мне, насколько увеличивают стоимость вот эта система лунного дома? Потому что, наверное, люди думают нисколько от того, что они не понимают, что это слишком дорого будет для них. Ну, все, что первое, это все дорого. Вспомни мобильные телефоны. 20 лет назад. Я помню, Витя, я буду баловать. Не 20 лет, даже меньше, 18 лет назад где-то. Телефон стоил тогда, стоимость однокомнатной квартиры был только мобильный телефон. Один доллар, я помню, у нас квартира в Белгороднестровске где-то тысячу, тысячу двести долларов стоила. Даже были такие 700-800 долларов, такие убитые квартиры были. и мобильный телефон полторы тысячи стоил долларов. То есть, тогда могли позволить себе только люди с большими деньги. Но в целом, вот система умный дом, например, размер твоего дома, сколько она может стоить? Все зависит, какие функции стоят. Ну, самая дешевая система, это, например, управлять отоплением, очень важно, на этом ты экономишь деньги. она может стоить где-то там тысяч 15-20 гривен. А если более там 40-50 тысяч гривен, ну, это небольшие деньги вообще-то. Ну, а эти системы надежные, вот ты в ТАЛАДЕЖНО. А они не откажут? что ты откажешь? Ну, все в жизни ломается. Ну, вообще-то все зависит. Есть и китайские оборудования, есть и американские, есть и германские оборудования. Ну, более таких крутых фирм это дорожество. То есть, можно найти совершенно надежную систему? Конечно. Конечно. Если более надежная, это ко мне там до 100 тысяч гривен стоит. Но это стоит это. В этом момент. Конечно. Это, ну, не то, что там, что такое 100 тысяч гривен. 100 тысяч гривен это деньги. Это на сегодняшний день там чуть меньше, ну, там, 3-800 долларов, да? Но мы часто такие деньги тратим поехать отдохнуть, да? То есть, это разовый отдых, сэкономим, но ты комфортно всю свою жизнь восстановил. То есть, вот это таким образом работает. Но с каждым годом это становится все дешевле и дешевле. Потому что, я почему начал сравнивать с мобильными телефонами, то есть, они были вначале очень дорогие, а потом начали дешевле и дешевле. А сейчас каждый ребенок себе может позволить этот телефон. Точно так же, точно так же система умный дом завтра, это уже даже не оговариваться будет. Это будет автоматически. Это как в машине АБС. Там, 10 лет назад, 15 лет назад, гидроусилитель руля. Да, гидроусилитель руля. Это было что-то вау, да? Ну, то есть, вот это с каждым годом все как бы меняется и усовершенствуется и это все дешевлеет. Ок. Теперь про теплоизоляцию. Теплоизоляция. Давай начнем с примера. Давай. Вот мой дом. Вот твой дом. 130 квадратных метров. Ты не найдешь здесь нигде ни батареи, ни котельни у меня нету, ни котла у меня нету. А я, кстати, обратил внимание, я чего сижу и спрашиваю тебя так потихонечку, а как ты топишь? Нету батареи, вот пойди везде, посмотри. Мы сейчас пройдемся, мы сейчас пройдемся, я покажу все. Вот остановимся на камине. Вот давай, возьми камеру. Да, Витя, хорошо у тебя, конечно, все сделано так. Брус такой настоящий, кирпичики, так все, ну вот, круто. Цветовая гамма. Все так, как надо. Сейчас, подождем, сейчас пойдет пламя. Пошло. Пламя. Из искры, из искры, разгорелось. Хорошо. Вот мой камин. Это единственный способ отопления всего дома. Вот этого? Всего дома. Включая второй этаж. Включая второй этаж. Сейчас покажу, как он работает. Камин состоит из чугунной топки, она полностью чугунная, и дымохода. Вокруг дымохода, вокруг самой топки, сделан такой специальный термокороб, как термос. И он перекрыт вверху. Это там накопитель тепла, который, вот, если потрогать, отсюда идет жар, идет горячий воздух. Там на лестнице можно потрогать. Вот. Это для первого этажа здесь. Ну вот, если заметите, у меня идет опуск потолка, здесь, вот, где вентиляция. то есть, отсюда идет забор теплого воздуха и идет специальными трубами и выходит у меня в спальнях. В каждой спальне. Там под потолком трубы, да? Да, под потолком здесь. Потому что здесь потолок немножко опущен. Вот, пошли теперь со мной, я теперь все, сейчас тебе покажу. Потрогай, здесь тепло. Фу, даже не тепло, а горячо. Ну вообще. Вот спальня, вот покажи всем, что батареи нету. Да нету, ведь тебе и так все верят. Есть гитара, есть саксофон, два саксофона, есть усилитель, микрофон, а батареи нет? А батареи нет. Да. Вот источник тепла. Вот, подойди, потрогай, Сергей. Слушай, да, я бы сказал, что очень даже горячо, а не опасно, ничего не загорится. Не, 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 там температура достаточно, ну там сколько, градусов 70, 80 воздух идет, и все. То есть вот таким образом, вот эта большая комната, здесь квадратов 25, наверное, отапливается всего лишь за счет того одного воздуховода. Ну и конечно еще тепло попадает отсюда через лестничную площадку. Вот, а теперь идем сюда. Вот здесь. в каждой спальне есть вот такой выход. Сейчас здесь, ну, здесь тоже чувствуется тепло, вот потрогай, но оно еще как бы не пошло, потому что только недавно растоплено. Слушай, ну нормально совершенно, да, чувствуется. Вот, вот это все отопление. Здесь тоже нету батареи, если посмотрите, нигде батареи нету. Это уже третья зима, и батарей нам не требуется. Слушай, Витя, я тебе говорю, я вот сам для себя вот сейчас разговариваю с тобой, правда, много открыл. Я не считаю себя каким-то глупым человеком, несовременным. вам не показывай. Да ладно, что там? Вот подушки, вот выход. Посмотрите, засними красоту отсюда. Вообще, о, кайф, полный кайф. Да ладно. Слушай, какая картинка, Витя? Вот, друзья, смотрите, какая красота, как мой Платон говорит. Какая красота. Ну, слушай, ну, картинка просто идеалистическая. Я тебе говорю, посмотри, осень красивая. Ну, посмотри. Вообще. Просим. А теперь идем, расскажу уже непосредственно, почему этот дом такой теплый. Удивил, удивил, если честно. Давай тогда присягнем, сейчас все включу. Ну вот, ты увидел, как отапливается одним камином. В среднем, если так, за сутки уходит, ну, три таких отапки, дрова. То есть, я привез где-то 10 кубов, это 10 тысяч гривен. 10 кубов дров, мне хватило, даже осталось еще на всю зиму. То есть, полгода, 10 тысяч отоплений. Деревянные дубовые дров. Это в этом году 10 тысяч. На всю зиму? На всю зиму. В прошлом году, еще меньше, там 7 тысяч строгнуло дрова. Сейчас подорожали очень сильно. За сутки уходит примерно вот таких три. Ну, целый день не топишь, под вечер топишь, там, ближе к после обеда, начинаешь топить, так, на вечер накидываешь дрова, там, прикрываешь, они до утра тлеют, и потом целый день ты вообще не топишь, тепло держится очень долго. Ну, все мои клиенты, которым я построил дом, в один голос, говорят просто в восторге. Вот недавно был у одного клиента, специально приезжал, чтобы пофотографировать наши работы, и спросил, сколько он потратил за весь сезон. Дом 235 квадратных метров, 1000-1200 гривен в месяц он платил в отопительный период, это на электричестве. То есть 230 квадратных метров и 1000 гривен в месяц, это настолько дешево. Да. Другой говорит, вот вчера был там полностью деревянный дом, по моему стилю построен, тоже минимальный пакет стены, снаружи и внутри дерева. Он говорит, даже если бы я 100 долларов платил в месяц, это, ну, грубо говоря, 2 800, говорит, для меня это вообще не деньги, да, 100 долларов в месяц платить. А тут 1000 гривен, я говорю, ты меньше 1000 гривен будешь платить, у него дом где-то 160 квадратных метров. То есть, если так посчитать, то даже есть какой-то подсчет, что за лет там 10-15 этот дом окупает себя полностью только на отопление. То есть, если параллельно построить такой же дом, да, то там затраты были бы в 3-4 раза больше. Больше, да. Один клиент, которому мы построили, у него перед этим, он жил в похожем доме каменном, и в этом он сказал, ровно в 4 раза он специально ввел учет, говорит, мне было просто интересно, насколько я меньше был. Говорит, ровно в 4 раза я меньше плачу за отопление. Понимаешь, тут вопрос, даже если у тебя есть деньги, но при этом у тебя как бы есть голова и понимание вещей, я бы уже для себя сделал бы делом чести, сделать максимальную выгоду, не потому что мне жалко денег, а потому что я могу это сделать. Ну, это глупо их тратить, только потому что у тебя они есть. Да, именно, знаешь, и волна я могу. Да зачем? Потому каркасные дома, они имеют свою нишу, своего клиента, и они никогда не устаревают. Единственное, что они развиваются технологически. Сегодня каркасные дома применяются, вот мы сейчас строим каркасный дом под Киевом, я не буду говорить где. Первый дом, который мы будем строить, полностью пассивный. Статус пассивных домов в Украине всего имеет два, либо три дома. Все остальные просто приближенные к этому, либо просто люди не оформляли документы. Что такое пассивный дом? Дом, который полностью сам себе обеспечивает. То есть, этому дому не нужно ничего практически. Ни электричество, не надо там центральное отопление, водопроводы, все остальное. А как это? Очень просто. Ставятся солнечные батареи, которые полностью обеспечивают дом. Даже лишний продает государство. Но тебе нечего отопления? Не только отопление. Но воду откуда? Вода. Ну, вода скважина. Да. Но мало того, он не просто качает со скважины, он использует эту воду 2-3 раза. То есть, к примеру, ты слил, вода ушла, в подвале произошла очистка, и эту воду обратно возвращает в унитаз. Техническая вода работает. Как в Германии. Как в Германии. Точно так же здесь. Даже дождевая вода используется. Специальные резервуары, все стоки, все идет в специальный резервуар, где потом эта вода фильтруется, чистится и полностью используется. По поводу солнечных батареи, вот ты сказал, я сразу задумался, ведь Украина, это как минимум полгода, как минимум полгода солнечные теплые дни. Это не у нас в Эстонии, понимаешь? Не у нас, и не в Фильне. Ну, опять же, это все связано с возможностью, то есть позволить себе установить, например, на 15-20 кВт солнечной батареи не каждый может. В среднем, это 1000 долларов в 1 кВт. Это даже... А, 15, да? Да, это 15-20-30 тысяч долларов надо вложить в эту... Только в батарею? Только в батарею, да. Это уже там с разрешением, все. Второе, это солнечные коллектора. Эта вода греется за счет солнца. То есть у тебя есть большой термос, это бойлер большой, где солнце светит и вода греется. У тебя вода всегда горячая без электричества. Подожди, ну, а как она просто греется? Что такое солнечный коллектор? Батарея, я представляю. Солнечный коллектор это система, которая позволяет нагревание воды даже до 90 градусов от солнечных лучей. От прямых солнечных лучей. Это система трубок, в котором загнана специальная жидкость, которая закипает при температуре там 10, 15, 5 градусов. Вот такого плана. Вот так. Да. И попадание солнца, она выделяет, эта жидкость выделяет температуру и нагревает воду. И эта вода подается в бойлер, аккумулируется, и у тебя горячая вода. Вот и все. Все очень просто. Слушай, я... Никакого электричества, ничего. Там единственное, стоит маленький насосик, который качает эту воду. Перегорчет. А электричество? Электричество от солнечных батарей. То, о чем я только что говорил. Отопление от земли, от тепловых насосов. Понял. То есть, практически дом в поле поставил, и у тебя все есть, тебе ничего не надо. Но важно септик свой полностью... Но тебе же надо еще подвести канализационный сток. Канализационный сток, это же септик, это все делается там же на месте. Септик, ты имеешь в виду, что какой-то вот... Канализация, да. Емкость специальная. Для сбора. Для сбора. И эта вода используется многократно, и даже потом используется в результате для полива, либо для орошения каких-то участков земли, где у тебя растет трава, либо зелень, либо еще что-нибудь. Скажи мне, Витя, вот еще такой вопрос, который может как бы и подытожить, и в общем-то всем интересно. Вот, допустим, я хочу заказать у тебя дом. Вот пример такой, как у тебя. Я правда это хочу, мне очень понравился твой дом. Я даже не ожидал, что так круто. Сколько в среднем? Ну, в среднем, допустим. Стоимость? Да, стоимость. Ну, если говорить... Без отделки, скажем так. Если без отделки, в среднем, это где-то 250 долларов в квадратный метод. Но опять же, тут разница одноэтажная, либо двухэтажная. Ну, в среднем 250, да. Если говорить под ключ, заходи и живи, это от 600 долларов. То есть, это когда уже у тебя все есть, кроме мебели. Двери стоят, у тебя розетки, включатели, у тебя вентиляция стоит, у тебя унитазы стоят, умывальники стоят, все полностью. То есть, половое покрытие, все. Тебе только занести мебель и личные вещи. Это от 600 долларов и выше. Все зависит от отделочных материалов. Если ты захочешь какой-то итальянский мрамор установить, там, дорогую, да, если ты захочешь какие-то авторские двери, мебели, тогда это все будет намного дороже под твои возможности. Но мы говорим, что это нормальные, среднестатистические, качественные материалы. Это высококачественные дома. Правильно сделаны. Мало того, мы даем полностью гарантию. Мы в конце строительства выдаем сертификат качества. В гарантийном сертификате прописаны полностью все условия эксплуатации дома. То есть, например, у человека прорвало трубы, по какой-то причине он сверил стену, просверил струбу и затопило дом. Конечно, мы за это не отвечаем, как и все нормальные люди. Но мы гарантируем качество фундамента, качество конструкции, качество утепления и дальше всех остальных систем. Электрически все, что мы делаем, полностью мы за все это отвечаем. Дается европейская гарантия пятилетняя. Пять лет гарантии на все. Но это, говорите так, официальная гарантия. Неофициальная гарантия, это какие-то мелочи, что-то произошло с домом. Но позже мы даже ради собственного престижа мы можем это устроить, сделать там либо по себестоимости, либо что. Но вообще-то мы гарантируем то, что 50 лет такой дом может стоять без каких-либо дополнительных вмешательств. Ну, мы не говорим 50 лет обои, 50 лет там покраска, облика. Мы говорим о несущей конструкции, фундаменте, крыше и всем остальном. Дальше же просто нет смысла этот дом эксплуатировать. Его нужно просто делать капитальную реконструкцию этого дома, потому что так устроен наш мир. Я хочу еще подчеркнуть, это как бы такая маленькая информация для будущих клиентов. Мы заключаем полноценные договора, правильные. Мы даем полноценные сметы, в которых подписаны все полностью материалы от и до стоимости объема. Дальше мы это все закрываем актами. То есть, к примеру, мы теоретически посчитали, что на дом уйдет там на фундамент там 40 кубов бетона. Но реально ушло не 40, а 35. Мы возвращаем деньги за этих 5 кубов. Либо не выполнялась какая-то работа, все остальное. То есть, мы берем только за выполненные работы. Когда люди получают смету, где просто написано галочки, фундамент, то-то-то, все есть и итоговая цена, там заложена куча всяких работ, материалов, которые могут не использоваться, либо за увеличенные объемы. У нас происходит именно таким образом. Клиент наш платит только за те материалы, за те работы, которые выполнены. И все. То есть, вот таким образом. На все это даются гарантии, на все это подписываются акты, сопровождает прораб, который день и ночь находится, контролирует. Используем только хорошие инструменты. Рабочие у нас, которые не пьют, редко курят. С рабочим у нас свои взаимоотношения. Рабочий никогда не полезет, куда не надо, делать лишнего не будет. То есть, он будет вести себя культурно, красиво, аккуратно. То есть, клиенту с нами работать будет не только экономически выгодно, но и комфортно. Ну, я говорю вот, что я иного от тебя и не ожидал услышать, потому что, ну, во-первых, я знаю тебя давно, и я это говорю не потому, что мы там снимаем этот фильм, мы его снимаем только потому, что Витя мой друг, и я как бы горжусь тем, что он делает. А я давно уже себе могу позволить дружить только с теми людьми, кто, ну, грубо говоря, отвечает стандартным человеческим нравственным представлением о том, какой должен быть человек. Естественно, его дело. Ну, вот сейчас поговорил с тобой, а мы с Ольгой уже задумываемся о доме, о квартире. Я тебе правда говорю, я ухожу отсюда впечатленным. Теперь мне нужно везти сюда Ольгу к тебе, понимаешь, чтобы показать ей, чтобы она еще больше загорелась. Ну, женщины так устроены, понимаешь, это мы, мальчишки, там, завоевываем на коня, мы можем спать на раскладушке у мамы где-то на чердаке. А женщина же с детства, она хочет дом, понимаешь, Сергей? Ты просто мне мысль натолкнул такую. Все, кто приезжает ко мне, мои друзья, мои знакомые, просто люди, которых там, ну, по делу мне нужны, да, вот приехали там дизайнеры по ландшафтной, либо там приехали ребята, которые занимаются там оформлением документов, да, ну, я всех приглашаю в дом, нафиг, кофе, и когда они это все смотрят, говорят, я даже не думал, что дерево так круто смотрится. Все начинают, а можно я сфоткаю, своей жене отправлю, потому что мы там что-то строили, она мне говорит, нет, дерево колхоз не хочу. Говорит, я даже не думал, что так круто. Я сегодня строю дома очень, ну, как бы, богатым, обеспеченным людям, и практически мы используем 50% минимум это дерево в отделочных работах везде, то есть те люди, которые вникают и понимают, они знают, что это материал, который всегда вызывает очень положительные эмоции. Но дело в том, что дерево, безусловно, смотрится классно, как и любой природный качественный материал, но вот как-то вот ощущение в доме очень хорошее, то есть, ну, я не знаю, у меня нет ощущения, что я нахожусь в каком-то, скажем, слабеньком сарайчике, да, на даче, на дачном доме, у меня совершенно капитальный дом, я поэтому тебе сколько раз уже за сегодняшний день сказал, что не называй это дачей, это полноценный классный дом, ну, вот реально, тут жить можно, может, так и буду здесь жить. Именно, в общем, очень хорошо. Ну что, мы много побеседовали, я предлагаю следующую встречу провести у меня в офисе, где я более подробно расскажу на образцах, на примерах, познакомлю с нашим коллективом, которые как раз и ведут наших клиентов, я думаю, что ты еще больше будешь впечатляем. Это очень правильно, почему? Смотри, вот как обычно происходит, сначала человеку что-то рассказывают, естественно, его заинтересовывают, и ему, самое главное, убедиться в том, что это именно так, как ему рассказали. Если он в этом убеждается, все, он твой горячий поклонник, там, или мой, или как-то еще, понимаешь? Да. Поэтому вот действительно надо показать, и мне самому в первую очередь интересно, из чего это и как сделано. Я для всех зрителей хочу сказать, хоть мы с Сергеем уже больше 10 лет дружим, но он реально первый раз у меня на даче. То у него не было времени, то у меня не получалось, и потому, чтобы не подумали, что это наигранно, скажут, друзья 10 лет, и первый раз на даче. Да, так и есть. Ну, я ее построил три года назад, даже чуть-чуть меньше, чем три года, но не все еще здесь у меня были. Да, вот в объективе это видно. Вот. Какая наигранность? Да пусть они сами думают все, что хотят. Какая наигранность? Это мы не кино снимаем, это наша дружеская беседа, причем по моей инициативе сделанная, потому что я вижу, сколько Витя работает, сколько он работал, как он это тяжело поднимал, а это ведь не просто валютник сделать. И я хочу искренне, как бы, на своем уровне показать, что вообще может происходить, первое. А во-вторых, я хотел дом построить, и вот я в процессе беседы говорил, что я думал, может быть, камень, сейчас я 100% убежден в том, что надо строить вот такой дом для себя. Единственное, что бы я хотел, но может быть, это тоже моя фантазия, чтобы типа стены были потолще. Ну, это, ну, такое желание есть, потому что у нас раньше стереотип был чем толще стены, темно теплее и крепче, но нет, как говорят, зачем платить больше. Витя, ну скажи мне, вот от вандализма, скажем, эти дома хорошо защищены? Какой-то человек непонятный пришел и решил кувалду тут что-то вынести кусок стены. Ну, я всем предлагаю, у меня в офисе стоит образец небольшой, я говорю, попробуйте его разломать. Я даже беру, сбиваю человеку две доски, гвоздями, я говорю, возьмите, и оторвите доску от доски. И вот тогда человек понимает, что это очень мощное, я скажу так, он всего лишь легче на 20% от каменного дома. Все думают, что он очень легкий, что это ветром сдует, все смотрят в Америке. Ну, потому что, знаешь, пенобетон, вот показывали, да, его пилой пилишь, наверное, все думают, что это так. Пенобетон, он хрупкий, это материал, который, вот мы сейчас строим, кстати, наша компания строит по любым технологиям, и с пенобетона, и с газобетона. Если и заказ. Конечно, ну, есть стереотип клиента, мы всем предлагаем рассмотреть эту технологию. Так вот, эти конструкции намного слабее. Каркасный дом настолько прочный, что, если посмотрите, например, вот прямо сейчас, кто смотрит нас, кто набрался терпения и досмотрел до конца, вбейте в Ютубе наводнения, цунамии в Японии и где-либо, и посмотрите, как там, в Японии, кстати, каркасных домов очень много. И вы увидите, как дом целиком плывет по реке, либо по волне, просто целиком дом. И самое интересное, на нем даже не лопаются стекла, потому что у нас настолько мощная конструкция. Проведенные эксперименты показывают, что каркасный дом выдерживает 9 баллов сейсмичности. Ни одна конструкция не выдерживает 9 баллов сейсмичности. А каркасный дом выдерживает, потому что это одна цельная конструкция. То есть, там нету. А кирпичи это каждая отдельная ячейка. И потому каркасных домов преимуществ очень много. От вандализма, ну что, он простреливается с автомата, да? Ну, кто у тебя будет целиться с автомата через стенку? Ну, это глупо, да? Есть окно, там все остальное. Можно и с гранатомета. Можно и с гранатомета. Тогда все равно из чего дом построим. Конечно. То есть, рассчитывать на какие-то там аномальные случаи нет смысла. Стройте себе дом комфортный, уютный. Вы должны жить и получать удовольствие в этом доме. И радоваться вы и ваши родные. Так что, я вас всех приглашаю, всех, кто досмотрел до конца, приглашаю к нам в офис, в компанию «Заточный Будынок». Я директор Виктор Теличко. Мы вам покажем, расскажем. Кстати, у нас прекрасные архитекторы, проектировщики, дизайнеры, которые запроектируют вам дом, разработают шикарный дизайн, эксклюзивный под вас. И, конечно, наши рабочие выполнят вам это все, осуществлят. А я как в анекдоте закончу про евреев. Я знал, что обрезают, но я не думал, что так сильно. Вот так же вот и я. Я знал, что это круто, но вот после того, как я побывал у Вити здесь, как я все походил, сам лично потрогал, посмотрел, обошел, пощупал, что называется, на зуб. Я, конечно, правда, не то чтобы потрясен, но я поржен. Действительно здорово, Витя, ты молодец. Все, Витя. Сергей, благодарю тебя. Давай, дружище. До свидания. Пока.